Всем привет! Сегодня у меня на обзоре смартфон OnePlus 5. В этом видео будет распаковка. Расскажу про экран и немножко расскажу про камеру. Я уже сделал пару кадров и сравнил с тем же OnePlus 3T и HTC U11. За предоставленное устройство отдельное спасибо интернет-магазину Chip Mobile. Ссылочка будет в описании. Итак, давайте сразу приступим к распаковке. Продается он в такой же белой коробочке. Это модель из Китая, A5000. И что мне понравилось, в отличие от прошлого, этот смартфон поддерживает все LTE-частоты. И 20, и 38, и 40. Вообще никаких проблем у вас не будет. Убираем его пока в сторонку. Посмотрим на комплект поставки. Но здесь ничего не изменилось. Картиночка сделана на OnePlus. Такая же зарядка. 5 вольт, 4 ампера и кабель красного цвета. По времени зарядки, в сравнении опять же с OnePlus 3T, он стал заряжаться немножко быстрее. Но опять же за счет того, что здесь емкость аккумулятора 3300 мАч, там у нас 3400. Ну для примера, за первые полчаса OnePlus 3T зарядился на 56%, а OnePlus 5 зарядился на 58%. Итак, давайте посмотрим на внешний вид данного смартфона. У меня версия с 6 гигами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. По цене, я думаю, вы знаете, на официальном сайте 479 долларов и 539 долларов соответственно. Вот так внешне выглядит OnePlus 5. Со спины, безусловно, он напоминает iPhone 7 Plus, особенно этими двумя камерами. Но если честно, на этот счет я не заморачиваюсь. Дизайн симпатичный, смотрится все хорошо. По цвету, что мне понравилось. При определенном освещении он, не знаю, видно вам будет или нет, отдает так вот темно-фиолетовым оттенком. Смотрится реально классно, не просто какой-то темно-серый цвет. На правой грани расположилась кнопка включения-выключения, находится она не по центру, чуть смещена. Кверху нажимается с небольшим щелчком, кнопка не болтается. Здесь же лоток для двух nanoSIM, microSD, как всегда, нет. Сверху также ничего у нас нет. А на другой грани качелька регулировки громкости. Немножко болтается, слышно. Ну и переключатель в беззвучный режим. Имеет три позиции. Снизу разъем по 3,5 мм. USB Type-C, кстати, версия до сих пор 2.0, а не 3.1. И основной динамик. Если сравнить с тем же OnePlus 3T, то разницы по сути никакой нет. Немножко изменили расположение винтов. Давайте пройдемся по камерам. Сзади две камеры. Одна Sony IMX 398, в предыдущем была 298. По характеристикам все так же, 16 мегапикселей. Единственная диафрагма здесь 1,7 мм. Размер пикселя 1,12 мкм. Оптической стабилизации нет, но есть электронная. Вторая телефото Sony IMX 350, 20 мегапикселей. Размер пикселя 1 мкм. Апертура f2,6. Первый модуль на 24 мм, второй на 36 мм. Ну то есть сразу понятно, что здесь никакого двукратного оптического зума нет. Где-то 1,6. Ну плюс еще применяются различные алгоритмы. В итоге мы получаем двукратный зум, который опять же работает при хорошем освещении. Если освещение плохое, то используется основной модуль камеры и просто софтово увеличивается. И сразу могу сказать, что тот же Xiaomi Mi 6, iPhone 7 Plus и даже Huawei P10 выдают лучшую по качеству картинку при двукратном зуме. Ближе к концу видео вы еще можете посмотреть парочку примеров, снятых на OnePlus 3T и на OnePlus 5. Я же решил дополнить свой обзор, так как посмотрел примеры фото, снятых ночью на обе камеры и просто ужаснулся. На OnePlus 5 качество заметно хуже, чем на OnePlus 3T. Как можете видеть, гораздо больше шумов, куча артефактов. Это просто, я не знаю, ни в какие ворота не лезет. Будем надеяться, что в шивках поправят, но качество заметно-заметно хуже. Также изменилась фронтальная камера. Раньше был модуль от Samsung, теперь Sony AMX 371, также 16 мегапикселей. Размер пикселя 1 микрометр. И здесь есть электронная стабилизация, диафрагма 2.0. Фронталка, сразу могу сказать, улучшилась по качеству. Но улучшилась она за счет того, что стало меньше смазанных кадров. Опять же, за счет электронной стабилизации. Снизу сканер отпечатка пальцев. Срабатывает быстро. Ошибок никаких нет. По скорости давайте сравним с тем же OnePlus 3T. Слева OnePlus 5. Да. Срабатывать он стал быстрее. По габаритам. В отличие от OnePlus 3T, смартфон стал совсем немножко уже. Где-то на 0,6 мм. Но при этом стал выше. Выше он стал на 1,5 мм. Также стал более скругленный торец. На OnePlus 3T у нас, видите, есть небольшой такой вот переход. В случае OnePlus 5 у нас более гладкий переход. Повторюсь, в руке OnePlus 5 лежит лучше. За счет меньшей ширины. И за счет того, что грани более скруглены. Давайте поговорим про экран. Экран остался таким же. То есть 5,5 дюймов. AMOLED. Разрешение Full HD. Я до сих пор считаю, что для AMOLED лучше 2К разрешение. Это связано прежде всего с тем, что здесь заметно меньше число супикселей. По сравнению с IPS с тем же разрешением. Соответственно, шрифты будут более рыхлые. Но для экономии батарейки, для повышенной производительности. Возможно, некоторым будет предпочтительнее именно Full HD. По железу, опять же, в сравнении с тем же OnePlus 3T. Здесь стоит Qualcomm 835. Техпроцесс 10 нанометров. Аккумулятор, как я сказал, чуть меньше стал. 3300 мАч. OnePlus 3T 3400. Но, судя по HTC U11, я могу сказать, что этот. Процессор заметно меньше потребляет энергии в сравнении с Qualcomm 821. Особенно это заметно в веб-браузинге. Поэтому по автономности, я думаю, OnePlus 5 покажет себе лучше. Процентов где-то на 10-20. Итак, по экрану. Кстати, вот сразу можете обратить внимание на желейность картинки. Не знаю, видно вам или нет. При перемещении. Такая у нас кривая полоска получается. Здесь. Но здесь такого эффекта нет. Вот я думаю, вы прекрасно это видите. Как будто верхняя часть отстает от нижней. Ну, про это я сейчас вам расскажу. Итак, по матрице. Как видите, то же самое. Samsung S6E3FA5. То же самое здесь. То есть, без изменений. Да, тут, наверное, видно не будет. Но, что я заметил, в помещении при среднем освещении на OnePlus 3T есть небольшой красноватый оттенок. А в случае OnePlus 5 цвет более однородный, более белый. Но, опять же, кому как повезет. Где-то белый цвет будет более однородный. Где-то может быть небольшим красным оттенком. По настройке экрана. Давайте мы зайдем. Появился дополнительный цветовой профиль. P3, как в айфонах. В чем отличие? По умолчанию, как всегда, холодный белый цвет. Даже, я сказал бы, немножко синит. И насыщенные цвета. В случае sRGB более теплый белый цвет. И цвета менее насыщенными. Но, в случае P3 мы получаем золотую середину. То есть, кому sRGB на OnePlus 3T казался слишком тусклым. А по умолчанию слишком насыщенные цвета. То P3 будет в самый раз. Идеальная цветопередача, на мой взгляд, идеальная насыщенность. Насколько я знаю, в случае OnePlus 3T, с помощью кастомного ядра, можно, вроде как, как-то активировать вот этот профиль. Итак, по экрану. Опять же, в конкретном моем случае, чуть лучше белый цвет. Нету красного оттенка. Но, повторюсь, это кому как повезет. Тип матрицы абсолютно схожий. Так, что касается желейности. В чем, собственно, вся суть. Экраны, повторюсь, одинаковые. Но, в случае OnePlus 5, он перевернут. То есть, шлейф у нас находится снизу. Если шлейф у нас находится сверху, то визуально вы не видите эту желейность. Но, если вы OnePlus 3T просто перевернете и также будете скроллить, то вы ее заметите. Давайте для наглядности. Это особенность даже, по-моему, на Galaxy S8. Если его перевернуть. Ну, вот, видите, да? Вот, особенно снизу. Сжимается, разжимается. Как бы картинка перемещается. Если мы переворачиваем в нормальное положение, то такого эффекта нет. Повторюсь, даже на, по-моему, Galaxy S8, если перевернуть, то такая же фигня. Но, тут они это не учли. Перевернули экран. Шлейф находится снизу. И, в итоге... Как раз, я думаю, вот видно. Записываю в 60 фпс. Вот видно, текст немножко сжимается, разжимается. Желейность есть. Но, если вы будете листать быстро, вы этого эффекта не будете наблюдать. Если будете листать медленно, опять же, если читаете что-то, вы также эффекта этого не будете наблюдать. Это, в принципе, вот такая вот, средняя скорость перемещения. Тогда видно. Особенно видно по картинкам. На OnePlus 3T такого нет. Ну, то есть, собственно, я подтверждаю данный эффект. Он присутствует. Исправят ли они его программным обновлением. Я, честно, сомневаюсь. Мне кажется, это хардверная штука. Но, чисто мое мнение, сильно это не напрягает. Но, я только пользуюсь им буквально один день. Через недельку, как все протестирую, уже точно могу сказать, раздражает он или нет. По яркости экрана. Ну, здесь она, в принципе, такая же, как и на OnePlus 3T. То есть, не больше 400 нит. Минимальная яркость отличная. То есть, будет комфортно при плохом освещении. Здесь также присутствует шим, как и в случае OnePlus 3T. То есть, экран мерцает. Чем меньше яркость, где-то, начиная с 80-70% и меньше, экран начинает заметно мерцать. Естественно, глаза устают. Кто-то это замечает, кто-то не замечает. Но, если вы пользуетесь IPS, берете смартфон на AMOLED, и особенно вечером читаете, то, поверьте мне, глаза будут у вас уставать. Ну, то есть, в этом плане ничего не изменилось. В итоге, плюсы по сравнению с экраном OnePlus 3T. В моем конкретном случае, лучше белый цвет. Но, опять же, это зависит от конкретного экземпляра. Во-вторых, появился режим P3, который, в принципе, можно включить и на том же OnePlus 3T. Из минуса это появилась желейность, ну и более повышенная утомляемость глаз. По железу немножко проверил. В Antutu на холодном 182 тысячи, 181, 181. Ну, опять же, вот видите, при перемещении температура 38 градусов. Но, как я думаю, вы знаете, в случае Antutu OnePlus завышает показания, то есть, смартфон под этот тест оптимизирован, сбрасывает частоты не так активно, как в повседневном использовании, но при этом заметно смартфон не нагревается. 38 градусов температура батареи даже меньше греется, чем тот же OnePlus 3T, если запустить 4 теста подряд. В игрушках, понятное дело, никаких проблем у вас не будет. По флэш-памяти, в случае OnePlus 5 UFS 2.1, в случае OnePlus 3T у нас UFS 2.0. Скорость чтения, ну, разницу можете оценить, 740, 420. Скорость записи также выше на OnePlus 5, 205, 162. Случайное чтение, ну, чуть выше на OnePlus 5, а вот случайная запись выше практически два раза на том же OnePlus 3T. По скорости записи работы с базой данных больше двух секунд, почти три секунды. Для сравнения, на HTC U11 здесь меньше секунды. Почему скорость случайной записи практически два раза меньше? Ну, как оказалось, почему-то файловая система стала опять EX4. В случае OnePlus 3T, F2FS. Ну и пару слов о камере. Изменился интерфейс, появилась кнопка двукратного зума, включение режима HQ переехало сюда. Слева видеозапись. Несколько режимов. 720p, 1080p, 1080p, 60 кадров и 4K. Примеры записи я покажу уже в отдельном видео. При 1080p у нас работает электронная стабилизация. В случае хорошего освещения, в принципе, снимает достойно. Ну и справа портретный режим. Как он будет фотографировать, уже расскажу во второй части обзора. Но, по первым впечатлениям, он чуть хуже, чем на Xiaomi Mi 6. Но это они могут доработать в обновлении. Итак, что касается камеры. Я сравнивал с OnePlus 3T и с HTC U11. Днем при хорошем освещении, как ни странно, но OnePlus 3T статические кадры снимают лучше, выше детализация. Как можете видеть на картинке, торец здания, именно кирпичики более четко видны на OnePlus 3T. Также, если посмотреть на траву, то в случае OnePlus 3T выше детализация, а на OnePlus 5 как будто более агрессивно работает шумодав. Но будем надеяться, что в прошивках его допилят. Пока могу сказать точно, днем при хорошем освещении статические объекты OnePlus 3T снимают лучше. По работе автофокуса могу сказать, что OnePlus 5 будет уступать HTC U11 и Galaxy S8. Там применяются дуал пиксели. Здесь такая технология не применяется, но автофокус срабатывает быстро. В помещении при хорошем освещении почему-то больше шумов на OnePlus 5 в сравнении с тем же OnePlus 3T, как можете видеть по данному постеру. При плохом освещении, опять же, чуть больше шумов на OnePlus 5 и меньше детализация в сравнении с тем же OnePlus 3T. В сравнении с HTC U11 разница довольно-таки существенная. При плохом освещении, я бы сказал, она очень приличная. Непосредственно по самой процедуре съемки. Мне показалось, что OnePlus 3T смазывал, особенно движущие объекты, то и OnePlus 5 также их смазывает. Итог такой. Если честно, не вижу особого смысла менять OnePlus 3T на OnePlus 5. Производительность еще с запасом на 3T. Камера лучше, экран без эффекта желе, а у OnePlus 5 лучше будет автономность. Но это мы проверим во второй части обзора, как и звук. Все, всем спасибо за внимание.